Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня я сниму очень интересное видео про небольшой магазинчик Трифт, где вы можете найти и купить очень интересные вещи. Здесь есть антиквариат, винтаж, вообще всякие милые сердца безделушки. Подобные салоны в Москве не распространены, если есть, то какие-то совершенно нереально дорогие салоны. Но сейчас я постараюсь вам показать, что здесь есть. Прямо с хода, как мы вот вошли, сразу начинаются интересные разные штуки. Стопочки всякие разные, тут вот разного рода бижутерия непонятная. Вот такие вот старые бутылочки за доллар, за два, соусницы. Чисто американская штука. Опускаете четвертак и получаете жевательную резинку. Вот, опять же, смотрите, тут у нас и книжечки, и винил. Причем интересный такой винил, посмотрите, старенький такой винил, настоящий. Вот. А это на что такое? О! Вот такая библия. Ну, вы понятны, настоящая? Да, библия, точно. Библия в виде комиксов. Очень интересно. Паровозик вот такой вот веселый. Тоже это что такое? А это набор детских плотин со сказками, как у нас раньше фирма «Мелодия» упускала. Хлам неимоверный, но у нас подается очень интересные вещи. Вот весы цифровые по 15 баксов интересные. Вот тут старые DVD-фильмы всякие интересные. Ложечки всякие разные. Любимое место моей жены, она сетенька ходит, знает менеджера, который здесь каждый день торгует. О, вот мои любимые квати вот сидят. Интересные. Вот одна, вторая. Вот. Что здесь у нас еще есть? Давайте дальше. Ну, естественно, наш основной член команды – это Лиза. Так. Смотрим дальше. О, какая-то коллекционная штука. То ли фотография, то ли что это такое, я даже не знаю. Написано «Конвейер», что это такое. Или фотография, не знаю. Патроны. Патроны. Вот такая вот упаковочка настоящих патронов стоит 25 долларов. Монеты. Вот у нас здесь доллар с Кеннеди, 66-го года, стоит 7,20. Вообще, в 60-е годы эти доллары делали серебряную, поэтому это крайне ценная штука. Разный рот двухдолларовые купюры. Вот тут 6,49 стоит, 7,20. Все зависит от того, что за серия, что за партия, есть ли какие-то нюансы. Вот. Марочки какие-то. Коллекционные солдатики. Какая-то, видимо, раритетная... Что это, стакан у нас с Кока-Колой? 9 долларов стоит. О, настоящие инспекторы. Кто работал утюгом в далеких 90-х, помнит, насколько модная была штука. 30 баксов, настоящий инспектор. Бутуга Кока-Колы. А, Пепси. Пепси-Колы. 3,99. Настоящие. 10 унций. Где-то времен 60-х. Железная дорога вот такая вот. Но это, видимо, остались одни вагончики. Без всего. Вот. Еще мои любимые лягушки. На заднем плане какие-то винтажные игрушки. Вот я смотрел. Робот какой-то. Японский. Лего. А вот эти вот прям оригинальные коробки. Прям не знаю какого возраста. Машинки. О. Крутая штука. На заднем плане этот чувачокик комментирует. Я когда пришел, спросил у него разрешение на фото, видеосъемку. Сказал, что мне очень интересно для своего канала снять. Он спросил в Аэрофе. Моговорю, Раша. Говорит, окей, без проблем. О, еще кваки. Еще кваки. Еще кваки. Бесценная квака. Полотна. Нетленные. О, классно. London Fog. Настоящий английский плащик. Вот такой вот можно купить себе. И будешь выглядеть, как инспектор Пинк Пантер. Из фильма. Тоже одежон какая-то. Пиджачочек вот такой вот. А это что такое, камуфляжи. Опять лягушки. Да, лягушки здесь в Америке популярны. Вот. Спальник продается. Тоже можно купить. Старая клавиатура. Прикольная. Прикольно. Бутылка из-под Гролша. Доллар пятьдесят. А вот это какая-то Калуа. По-моему, так читается правильно. Хотя написано Калуа. Ну, Калуа, по-моему, читается. Это ликер. Доллар девяносто девять. Бутылка действительно старая. Вот эти бутылки тоже. Идем дальше. Бюст дядьки с усами. Это даже игрушка говорящая. Диснейская. Да. Интересно. Тарелочки. С таким уже сталкивался. Даже такой наборный бры продавал. Реально японский. Это вот фарфор коллекционный. Это у нас, по-моему, Эйвоновская серия коллекционная. Но у меня были такие четыре тарелки. Я точно помню, что на локционе я их выставлял. Вот такой вот торшерчик, лампочка. Во, вот здесь вещи пошли поинтереснее. Ну, что такое? Соусник, наверное, да? Часики. Но они не настоящие, но это винтаж. Но сделано очень хорошо. Вот такой вот чайничек. Разного рода дежонка. Вот такой вот. Айтемс. Непонятно. Это, видимо, Микки Малсонская шапка такая вот. Еще лягушки. Ну, это, видимо, какая-то капонина. Два доллара стоит. Креслица-качалочка. Очень интересно. Ну, сегодня мне, видимо, не совсем пользовался ассортиментом. Иногда, что очень интересные вещи привозят. Я тут как-то купил в 50-х годах точилку американскую, настоящую. По-моему, я ее за 4, что ли, доллара купил. Любопытная была штука. Точилка карандашей. Ручная одна из первых. Это какие-то свадебные штуки, дрюки. Еще один автомобильчик. Тут, наверное, нужно порыться, что-то найти себе. Очень интересная. Обувь. Там дальше раздел с книжками, с разными. Резинцевые сапоги, ремни. Еще часы. Каска. Строительного рабочего. Старый утюг. Очень похож на те утюги, которых у нас в Советском Союзе пользуются. Даже микроволновка есть. Это вот что-то такое. Фотоаппарат, наверное, или бинокль. Бинокль. Вот такой вот бинокль. Сколько он, интересно, стоит? 26 баксов стоит. О, уценили до 4. Слушай, а не купить ли мне этот бинокль? Прикольная штука. То есть, настоящий армейский я вообще такой купил за 4 бакса. Штука стоящая. Я помню, у меня друг детства на Арбате. Такими биноклями иностранером их впаривал. Что приобрел, как-то, так сказать, нормальный. Empire. Да. Походу, наверное, я бинокль себе и прикуплю за 4 доллара. Такой. Настоящий, да еще в сотенном чехле. Это мечта любого путешественника. Такой бинокль. О, вот это вот, наверное, что у нас? А, это кошелечек. О, вот это все должны помнить, что это такое. Это у нас слайд-проектор. Кто помнит такую штуку? Настоящий. Вьюмастер, это очень известная фирма. У меня даже была такая вот штука, должна как называется, да? Вставляешь стерео слайды и смотришь стерео. Так вот ощущения такие были у меня вьюмастеровские, очень прикольные. Ну, в общем, вы примерно получили впечатление о том, что продается в таком-то магазинчике. Значит, если вас сюжетная линия заинтересовала, оставайтесь со мной на канале. Мне очень интересно послушать ваши комментарии, прочесть, что вы скажете по поводу этого магазинчика. И подписывайтесь на мой канал. Ну, хорошего дня.